Молодая женщина торопилась домой. В этот зимний морозный день ей очень хотелось побыстрее оказаться дома. Настроение было подавленное из-за небольших семейных неурядиц. Одна только мысль. Быстрее, быстрее домой, в теплую комнату и горячего чая. Алена, так звали героиню нашей истории, оставила своих двух маленьких сыновей на соседскую девочку-подростка, пока они спали после обеда. Сама поехала в горсовет за необходимыми справками. И теперь, выйдя с автобуса на своей остановке, бегом бежала в надежде на то, что ее малыши еще не проснулись и не устроили крик. Пронизывающий холодный ветер схватил ее в свои сильные объятия, заставляя как можно быстрее двигаться в сторону теплого дома. В данный момент ей совсем не хотелось ни с кем встречаться. Но, как говорится, чего боишься, того с тобой и случается. Мимо, а также сжавшись в комок, проходила девушка. Она пристально посмотрела на Алену и как-то вдруг вскрикнула от удивления. «Наташа! Ой, неужели это ты?» Алене показалось, что займет много времени, чтобы остановиться, объяснить этой девушке, что она обозналась. Поэтому улыбнулась, кивнула головой, даже не замедлив своего шага. И та должна быть тоже, улыбнувшись, пойдет по своим делам. Но оказалось, что это было большой ошибкой. Девушка моментально подбежала к ошарашенной Алене, взяла ее за руку. По неволе ей пришлось остановиться. «Наташечка! Я так виновата пред тобой! Ты же не сердишься на меня! Пожалуйста!» И девушка, умоляюще посмотрела в глаза растерявшейся Алене. «Сколько лет я тебя не видела! Ты не представляешь, как я рада этой встрече!» «Извините вы!» Она хотела сказать, что девушка обозналась, но та, не слушая ее, тут же перебила. «Пожалуйста, давай возобновим нашу дружбу!» «А ты что, здесь недалеко живешь? Пригласишь меня в гости?» Не давая отвечать на заданные вопросы, говорила назойливая девушка. «Ну да», – с растерянностью ответила собеседница. Окаменевшие губы отказались подчиняться. Она уже порядком замерзла и очень хотела поскорее быть дома. «Представляешь, а я здесь недалеко работаю. Надо же, как получается!» – продолжала свой монолог незнакомка, даже не обращая внимания на то, что ее собеседница молча продолжает идти. Поняв, что непросто избавиться от этого человека, Алене пришлось вести ее с собой. А та, в свою очередь, не умолкала, то рассказывая, как у нее идут дела, то вдруг опять и опять просила за что-то прощение. «Зачем же она свалилась на мою голову?» – про себя недоумевала Алена. «Думай, а как же сказать ей, что она вовсе не Наташа?» Но только открыв рот, чтобы ответить об этой ошибке, через чур говорливая собеседница тут же ее перебивала и рассказывала всякие новости. Так они вошли в подъезд и стали подниматься по лестнице на второй этаж. Открыв входную дверь, Алена поняла, что дети еще спят. «Слава Богу!» – подумала она. Затем, поблагодарив соседскую девочку, дала ей кулечек с конфетами. Это небольшая плата за то, что сторожила сон малышей. А неугомонную гостью попросила говорить потише, объяснив, что у нее маленькие дети. Та, понимающей, кивнула головой и уже притихшим голосом продолжала свои речи. «Ой, Наташка, у тебя дети! Какая прелесть! Дай, дай я на них взгляну! Я очень тихо!» Она на цыпочках забежала в детскую комнату и остановилась у кроватки младшего годовалого ребенка. «Лопатушка! Какой же он миленький!» Приложив руки к своему сердцу, с любовью произнесла девушка. Посмотрев на сладкоспящего старшего трехлетнего, она тихонько вышла с комнаты, прикрыв за собой дверь. «Ты не представляешь, сколько лет я мучилась мыслью, что ты на меня обижаешься! Наташа, ведь ты меня все простила!» Опять принялась за свое незнакомка. Если Алена сразу не смогла признаться, что не является той, за кого приняла ее эта странная гостья, то теперь ей просто стыдно было сказать, что это ошибка. Она все же надеялась, что девушка сама скоро поймет, что обозналась. Но проходило время, а гостья все так же не поняла, что Алена совершенно не та, за кого ее приняла. «Неужели я так сильно похожа на ее подругу?» – думала молодая мама, разливая чай по кружкам. «А помнишь, как мы с тобой жили в общежитии?» И девушка предалась воспоминаниям, при этом весело смеялась. Алене же было совсем не до смеха. Ситуация, в которую она попала, заставляла ее краснеть от стыда. «Как же теперь выкрутиться?» – думала она. «Как объяснить ей, что я никакая не Наташа и никогда не знала эту говорунью? Я бы хотела познакомиться с твоим мужем. Надеюсь, он тебя не обижает?» «Нет», – тихо ответила хозяйка квартиры. «Но все-таки ты стала другой, такой тихой и молчаливой». «Да-да, понимаю. Та ночь, наверное, все изменила в твоей жизни». При этих словах она вдруг ударила себя по губам. «Ах, я дура! Зачем напоминаю тебе? Прости, прости, пожалуйста!» – она обняла Алену. «Как же неприятно ей это было!» «Ты не сердишься на меня?» – продолжала девушка. Та покачала головой и тихо ответила. «Все хорошо». Скоро проснулись малыши, и гостя заиграла с ними, весело смеясь. «Ах, какие они хорошенькие! Наташка, какая ты счастливая!» Вскоре гостья засобиралась домой. «Ой, задержалась тут!» «Как же Олег обрадуется, когда узнает, что я с тобой встретилась, когда приедет с командировки!» «И то, что ты мне все простила!» Алена облегченно вздохнула, когда проводила свою новоиспеченную подругу, которую даже не знала, как зовут. «Вот это номер!» – думала она. Ей стыдно было даже рассказать этот случай своему мужу, когда он пришел домой с работы. Она надеялась, что скоро это забудется, и она больше никогда не встретит ту девушку. Но прошла неделя, и ближе к вечеру в дверь позвонили. На пороге с широкой улыбкой стояла та же незнакомая девушка. Она вошла в квартиру, разулась, повесила свое пальто на вешалку и прошла на кухню, как будто самая желанная гостья. Там стала выкладывать на стол гостинцы детям и сладости к чаю. При этом все так же весело болтая. Алена опешенная смотрела на неожиданно появившуюся девушку и не знала, что ей делать. Но та сама задавала тон. Она как хозяйка взяла со стола чайник, наполнила его водой и поставила на плиту, при этом спрашивая, не ожидая ответа. «Ты не против, если я похозяйничаю?» Опять повторился тот неудобный для Алены вечер. Она краснела от стыда, что сразу не призналась этой девушке и только лишь кивала на ее вопросы или улыбалась на шутки. Но та, как будто этого не замечала, продолжала вспоминать их веселое детство или учебу в техникуме. Как они вместе влюбились в одного парня и обижались друг на друга. Потом помирились, когда он выбрал совсем другую девушку. И как они потом решили ему отомстить. Незнакомка весело смеялась, вспоминая их приключения. При этом она играла с мальчиками, угощая их соком, творожками и йогуртами. Часа через два девушка попрощалась и к ужасу Алены пообещала приходить к ней почаще, уверенная в том, что подруга Наташа рада ее видеть. «Неужели теперь это будет продолжаться?» – подумала она. «Что же делать?» «Как-то надо признаться, что она не тот человек, за кого ее приняла эта молодая женщина. Она совсем не ее подруга и никогда ее не была». Так было неудобно и стыдно. Алена не могла придумать, каким образом ей все-таки сказать правду. И чем больше проходило время, тем тяжелее это становилось сделать. Прошло несколько дней. Ближе к вечеру молодая мама решила вывести на прогулку своих сыновей. Этот день был ясный, солнечный, погода самая благоприятная. Небольшой морозец, безветренно, самое время погулять на свежем воздухе. Алена везла детей на санках, укутанных в одеяло. Вдруг кто-то незаметно подошел и закрыл теплыми ладонями ее глаза. По задорному смеху она узнала ту самую незнакомку. Так оно и было. «Натусик, какая встреча!» – как всегда зато раторила неожиданная подруга. «А меня сегодня пораньше с работы отпустили. Сегодня короткий день». Алена вежливо поздоровалась. Как обычно, девушка стала рассказывать разные происшествия, происходившие на работе. Ее монолог прерывался лишь на несколько секунд. Алена, молча слушая, иногда кивала головой, делая вид, что ей очень интересно, и напряженно думая, как ей признаться, что та ошиблась. Ох уж эта театрализация! «Наташка!» – вдруг после короткой паузы обняла девушка свою молчаливую собеседницу. «Ну что ты такая грустная? Ты меня очень пугаешь. Скажи, что тебя тревожит? Или ты все же обижаешься на меня за тот случай?» «Да нет, у меня все хорошо!» – тихо ответила Алена. «Мы с тобой раньше ничего друг от друга не скрывали, помнишь? Я даже своей маме не все рассказывала, а с тобой всем делилась, и так же и ты, а теперь постоянно молчишь и улыбаешься очень редко. Ты же такая хохотушка была, а теперь что-то с тобой не то». Алена решила, что это самое время сказать правду, но только она собралась с духом, как говорунья опять перебила ее. «Дорогая моя, забудь все плохое, как будто ничего того, что случилось тогда, не было на самом деле. Внуши сама себе, что это был только сон. Посмотри, какие у тебя замечательные дети! Это же счастье, Наташка! Я тебе так завидую! А вот у нас нету детей!» И она, нагнувшись к санкам, стала лепетать с детьми. После этого она опять обратилась к Алене. «Я сегодня к вам не смогу зайти. Мужа жду. Скоро он с командировки вернется. Слушай, приходи к нам со своим мужем и, конечно же, с малышами!» Она быстро достала блокнот, сумки и ручку. Вырвала листик и написала на нем адрес. Затем стала подробно рассказывать, как найти их улицу и дом. «Натусик, я очень буду вас ждать. Уверена, что и Олег тоже!» На этом они попрощались, и собеседница побежала на автобусную остановку, а мама с детьми возвратилась к себе домой. Алену бросала в холодный пот при мысли, что теперь эти встречи будут частыми, и она решила рассказать об этом мужу. Славик, выслушав жену, сначала посмеялся над курьезным случаем. Потом серьезно сказал. «Тебе все же надо признаться ей, что она обозналась». «Но как? Она же уверена в том, что я ее подруга Наташа. Не понимаю, неужели мы с этой Наташей так похожи?» «Значит, похоже. Бывает такое в жизни. Всякая неправда – грех», – заключил Слава. «Хоть ты этого и не желала, но получается, что обманываешь человека, не признаваясь ей в том, что не тот человек, за кого тебя приняли». Алена твердо решила, что в следующий раз, когда незнакомка появится в их доме, признается ей, что не является Наташей. Мысленно повторяя про себя фразы извинений и признаний, представляя, как удивится девушка. И, наконец, через несколько дней звонок в дверь. Алена с бьющимся сердцем открыла дверь. Девушка стояла не одна. За ней был высокий парень. В этот раз девушка не улыбалась своей нежной улыбкой, ее лицо было серьезным и даже растеряно печальным. «Можно войти?» – как-то грубовато спросила она. «Да, пожалуйста». «Так, значит, ты не Наташа?» – вдруг спросила гостья. «Нет», – проговорила Алена. «А почему же ты сразу мне это не сказала?» «Я хотела и даже пыталась сказать, но ты меня постоянно перебивала, а потом мне было как-то неудобно признаться. Я думала, что ты сама это поймешь, но ты так и не поняла», – с расстановкой говорила хозяйка квартиры. «Ох, это она может! Кому хочешь, голову болтовней забьет!» – со смехом проговорил парень. Как оказалось, это был Олег, муж той девушки, гостья. Алена пригласила их на кухню и стала готовить для них чай, а разволновавшаяся Марина, так звали незнакомку, начала рассказывать, как открылась правда, начиная с самого начала. С Наташей они были лучшими подругами, дружили с самого раннего детства, жили в сельской местности, вместе учились в школе и также вместе приехали в город и поступили в техникум. Они были роды нея сестер. Инициативная Марина придумывала разные приключения. Так проходила их жизнь – весело и беззаботно. Но на четвертом, последнем курсе учебы произошел один случай, навсегда разделивший подруг. Как-то они вместе, как обычно, были на дискотеке. Немного выпивши, они возвращались ночью к себе в общежитие. Завернув за угол улицы, они вдруг натолкнулись на группу изрядно пьяных мужиков. Со всех ног девчонки кинулись бежать. И они бы, может быть, смогли бы убежать, как вдруг Наташа на высоких каблуках то ли споткнулась, то ли подвернула ногу, упала. Марина так сильно была напугана, что не остановилась, а продолжала бежать, слыша позади себя Наташин душераздирающий крика помощи. Девушка, не помня, как добрела до полицейского участка, заколотила в дверь, пока открыли, пока составили протокол, прошло довольно много времени. Потом поехали на место происшествия, но никого там не было. Куда делась пострадавшая, покинутая Мариной, неизвестно. Всю ночь и весь следующий день Марина не находила себе места, волнуясь за подругу. Что с ней? Где она? К вечеру Наташа появилась в общежитии, молча собрала свои вещи и ушла. Марина пыталась с ней говорить, просила прощения, но Наташа как будто потеряла дар речи. Подруга позже узнала, что она познакомилась с одним парнем и ушла жить к нему. И так больше они не общались. В это время Марина сдружилась с однокурсником Олегом, и после учебы они поженились. Все эти годы Марина носила в себе тяжесть вины, что бросила свою подругу и не помогла ей. И как же ей хотелось, чтобы Наташа простила ее, и они дальше продолжили дружбу, как и раньше. После встречи с Аленой Марина летала, как на крыльях, ведь она думала, что Наташа простила ее. С командировки приехал Олег. Она рассказала ему радостную новость про встречу с Наташей, и он тоже захотел встретиться с ней. Он, в свою очередь, тоже рассказал ей новость. Оказывается, Олег встретился с мужем Наташи, там, в командировке. Его зовут Артем. Разговорившись, он показал фотографию своей жены, и Олег узнал свою одноклассницу Наташу. Тот рассказал, при каких обстоятельствах познакомился с женой. Возвращаясь домой ночью, он услышал страшный женский крик. Поспешив на место, откуда доносились эти звуки, он увидел страшную картину. Три пьяных отморозка приставали к несчастной девушке. Артем был мастером спорта, хорошо владел борьбой. Он бросился туда и раскидал преступников. Потом снял с себя куртку, укрыл девушку и повел ее к себе домой. Бедняжка была очень напугана и шокирована. Как оказалось, она потом стала неплохой женой Артему. После знакомства с Олегом он дал свой адрес и пригласил в гости. Марина так обрадовалась. Ничего себе! Она возобновила дружбу с Наташей, а Олег подружился с ее мужем. Как это замечательно! Лучшего она не могла даже представить. И вот настал день, когда они отправились в гости. Но что это? Адрес, который дал Артем, совсем не тот, где была в гостях у подруги Марина. Ведь не может быть такого, что муж и жена живут в разных квартирах. Марина настаивала пойти туда, где она была. Но Олег настоял на своем. Поехали по адресу. Позвонили в дверь. И когда дверь открылась, Марина увидела Наташу. Только не ту Наташу, которую она видела раньше, а настоящую. Молодая женщина отпрянула, когда увидела свою бывшую подругу. Что ты тут забыла? Убирайся! Видеть тебя не могу! Она закрыла лицо руками и убежала. Марина, шокированная, стояла и не могла произнести ни слова. В это время в дверях появился Артем. Он был растерян и не понимал, что творится с его женой. Олег, видя такой конфуз, извинился. Сказал, что они, очевидно, пришли не вовремя. Марина обнял жену и повел ее на улицу. Что это сейчас только что было? Недоумевала Марина. Какая же Наташа настоящая? Та, у которой я была, или эта? Скорее всего, эта, сказал Олег. Они решили поехать теперь к той, другой Наташи и выяснить, что происходит. На этом рассказ Марины закончился. И она заплакала. Значит, Наташа меня так и не простила и никогда не простит. Марина, тебя может простить Бог, сказала Алена. Попроси прощения у Господа и проси Его, чтобы Наташа тоже тебя простила. Бог? Какой еще Бог? Я не верю в богов. Вскоре пришел с работы Славик. Познакомились с Мариной и ее мужем. За накрытым столом они долго общались. Алена и Славик рассказали, что являются христианами, чем удивили своих гостей. Я думаю, сказал Олег, что в нашем веке уже нет христиан. В Бога верят только маленькие дети и старики. Но, может быть, еще и необразованные, малограмотные люди. Ты в этом уверен? Спросил Славик. Да. Непринужденно ответил собеседник. И после короткой паузы продолжал. Я еще никогда не встречал в своей жизни ни одного с высшим образованием человека, который бы верил в Бога. Ну, тогда я тебя поздравляю. Сегодня ты его встретил. Как? – удивился Олег. У меня имеется высшее образование. Мало верится, – проговорил собеседник. Олег встал, открыл шкаф в стенке и достал оттуда диплом. Затем в открытом виде положил на стол. Перед встревоженным молодым человеком Олег прочитал. Московский государственный университет именем М.В. Ломоносова. Специализация биотехнология. Хм, – проговорил гость. Я слышал, что в последнее время такие дипломы можно купить. Да, – протянул Славик. Может, купишь себе тоже? Если бы так легко было купить, каждый бы имел такие дипломы. Ну, ладно, не буду тебя переубеждать. А тебе известны такие ученые, как Сергей Павлович Королев, Леонид Воскресенский, академик Раушенбах, Николай Поликарпов. Все они никогда не скрывали своей веры в Бога. Мне вообще интересно понимание атеистов. Как ты считаешь, каким образом зародилась жизнь на планете? Или простым языком, как появилась наша Земля? Да и вообще вся Вселенная. Ну, она появилась сама собой. Каким же образом? Сначала был большой взрыв, потом из химических элементов стали закладываться формы жизни. Он запнулся. Ну, как-то так. Правда? Хорошо, пусть будет так. Давай не будем спорить. Алена с Мариной пошли в детскую к детям. Малыши требовали к себе внимания, пока их мужья мирно беседовали. Сейчас я тебе кое-что покажу, сказал Славик, при этом доставая из ящика ручные часы и протягивая их Олегу. Как тебе нравится? Тот, разглядывая их, не понимая, зачем ему их показывают. Знаешь, откуда они у меня? Откуда? У меня в углу гаража скопилась груда ржавого металла. Оно лежало там несколько лет. Потом внутри помещения скопился угарный газ и произошел взрыв. После этого взрыва ржавый металлолом начал сам по себе двигаться. Смотрю, циферблат появился. Через время колесики, пружинки, один к другому. И так постепенно, в течение нескольких лет, появились сами собой вот эти часы. Ты эту сказку расскажи своим детям перед сном, хмуро ответил Олег. А ты что, этому не веришь? В нее сможет поверить только недалекий человек. Хорошо, не буду тебя переубеждать. Скажи, что сложнее устроено, эти часы или земля? Спрашиваешь, земля, конечно. Так как же так получается? Земля сама собой создалась, а часы не могут сами появиться? Ну, понимаешь, ведь земля создавалась миллиарды лет. А если бы мой металлолом пролежал в гараже миллиард лет, появились бы часы, как думаешь? Олег задумался и ничего не ответил. А Славик продолжал. Молекула белка протеина состоит из 40 тысяч соединительных между собой аминокислот. Каждая клетка – это целый город в миниатюре, состоящий из электростанций, путепроводов, очистных сооружений и т.д. Клетка состоит из ядра, мембрамы, цитоплазмы, хромосом, рибосом, ДНК, РНК, белков и многих других элементов, каждый из которых, в свою очередь, имеет собственный микромир. Естественно, клетка может существовать и выполнять свои функции только в одном условии, если все эти структуры будут созданы одновременно. Причем разнообразие белковых структур, создаваемых из 20 видов аминокислот, трудно переоценить. Так цепочка из 100 аминокислот может быть представлена более чем в 130 степени вариантов, попросту говоря, 130 нулей. В молекуле ДНК хромосом человека насчитывается до 245 миллионов сложно выстроенных пар азотистых оснований. Биохимики посчитали, что в одной молекуле ДНК возможно 87 вариантов соединения находящегося в ней материала. И лишь только один вариант позволит создать человека лично со всеми правильно функционирующими органами и индивидуальными качествами. Дело в том, что ДНК является программой, которую можно сравнить с компьютерным кодом. Только этот код по своей величине и сложности превосходит программы, созданные человеком. Утверждать, что хотя бы одна молекула могла создаться сама собой, это то же самое, что утверждать, что книга, например, роман, написал сам себя, сам напечатался, сам отредактировался и сам выставился на полку магазина. Олег молча слушал собеседника. Ему нечем было возразить. В конце беседы Слава достал книгу Павла Рогозина «Существует ли загробная жизнь?» «Почитай, пожалуйста». Олег взял книгу, внимательно изучая ее содержание. «Хорошо, я почитаю и потом скажу свое мнение». На этом они расстались. С тех пор прошло около месяца. Но эта встреча не могла пройти просто так бесследно. Алена со Славой молились за молодую чету и чтобы Наташа могла простить свою подругу. А тем временем у Олега в душе происходили перемены. Читая книгу Рогозина, мужчина начинал менять свое мировоззрение. Марина пока не разделяла взгляды мужа, Олег и ей предлагал читать книгу, но она не была еще к этому готова. Как-то возвращаясь с работы, она решила зайти в гости к своим новым друзьям. Удивительно, но она успела привязаться к детям, да и к Алене. Причем ей очень хотелось убедить набожную женщину, что Бога не существует. В благодарном порыве вывести свою новую подругу из тумана мракобесия, как она считала, она стояла у дверей квартиры. Алена, увидев Марину, улыбнулась. Ой, ты к нам? А мы тут собрались уходить. Гостя увидела одетых детей. Алена одевала пальто. Вы гулять? Ну, хорошо, я тогда с вами погуляю. Сегодня погода такая хорошая, не холодно совсем. Мы не просто гулять, сегодня у нас богослужения, так каждую пятницу в шесть вечера. Хочешь с нами? Спросила Алена. Марина хотела отказаться, но все же ей очень хотелось сегодня пообщаться с Аленой и с детьми. Да и любопытство заставило ее посмотреть на странное общество и чем там занимаются на их богослужениях. После того, как она согласилась, Алена обрадовалась. Как хорошо, как раз мне с детками поможешь. Они вынесли детей и санки на улицу, посадили туда малышей, укутали их теплым одеялом и пошли на остановку. Марина внимательно смотрела вокруг, слушала проповеди и пения. Ее удивило то, что тут было много молодых парней и девушек. Впечатлений было предостаточно. Дома она рассказала мужу, как побывала на собрании верующих и то, что они собираются еще и в воскресенье. Давай сходим вместе. Олег обрадовался. Да, ему тоже хотелось увидеть все своими глазами. После беседы со Славой и чтения книги Рогозина он стал понимать, что глубоко ошибался. Действительно, чтобы создать вселенную и разнообразные формы жизни, где все в мире гармонично, последовательно и закономерно, нужен разум. Чем больше он думал об этом, тем больше приходил к убеждению, что мир создан кем-то, и если есть создатель, то это должен быть Бог. В воскресенье они пошли на богослужение. Слава с Аленой увидели их еще до начала собрания. Какая это была радостная встреча! В этот раз Олег услышал с кафедры о необходимости примириться с Богом, признать себя грешником, осознать свое состояние и попросить прощения за прошлую греховную жизнь. На последней проповеди был призыв к покаянию, и Олег очень хотел выйти вперед для молитвы, но, посмотрев на свою жену, постеснялся это сделать. Она же будет над ним смеяться. После собрания Олег и Марина пригласили своих новых друзей в гости. За накрытым столом две молодые пары общались. Олег делился впечатлением от первого посещения собрания. Я очень хотел покаяться, но не решился, не смог переступить через себя. Марина, услышав эти слова, удивительно посмотрела на мужа. Ой, я тоже самое хотела покаяться. Такое было побуждение выйти вперед, но подумала, что Олег надо мной будет смеяться. Я тоже самое подумал, грустно сказал Олег. Покаяться можно в любое время, не обязательно перед кафедрой, сказал Вячеслав. Можно прямо сейчас, если желаете. И они все встали на колени и от души просили прощения у Господа за греховную жизнь и за то, что на собрании, слыша зов покаяния, постеснялись выйти. Это был по-настоящему праздничный день. Две души приняли Господа в свое сердце. Одно только Марину мучило. Она очень желала примириться с Наташей. И она уговорила Олега еще раз съездить к ним и попробовать поговорить. Несколько дней две семейные пары молились, чтобы Наташа простила свою подругу. Звонок. Артем открыл дверь. В подъезде стоял его знакомый Олег со своей женой. Он протянул ему руку для приветствия и пригласил в квартиру. «А Наташа дома?» спросила Марина. «Нет, она с дочкой пошли погулять». Хозяин пригласил их на кухню и стал наливать чайник. Олег поставил на стол купленный в магазине торт. В этот момент дверь открылась и зашла Наташа с маленькой девочкой. Она увидела Марину и остановилась. «Наташечка, пожалуйста, прости меня. Неужели ты всю жизнь будешь держать на меня обиду?» Наташа подошла к Марине, обняла ее и заплакала. На Марину нахлынули чувства и она тоже стала плакать. «Ну все, хватит вам слезы лить, давайте за стол», сказал Артем. Говорливая Марина рассказала, как все эти годы она мучилась от чувства вины, как ошиблась и приняла Алену за Наташу, как они познакомились с христианской семьей и сами стали христианами. Дружба Наташи с Мариной возобновилась, а через время на собрание стала ходить еще одна семья. Весенним теплым днем по парковой аллее шли три подруги Наташа, Марина и Алена. Рядом с ними шла девочка, дочка Наташи. Она под присмотром Алены катила коляску с малышом. Позади них шли три друга Олег, Артем и Славик. Последний нес на плечах маленького сына. Все три семейные пары были по-особенному счастливы, потому что их сроднила кровь Иисуса Христа. Любовь кратка, негорделива, любовь бесхитростна, проста, любовь доверчива, правдива, самоотвержена, чиста, любовь все терпит, все прощает, все покрывает, все несет, не мыслит зла, не осуждает и никогда не устает. Аминь. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ